Всем добрый день, меня зовут Алексей Красиков. Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Давно не снимал видео лекций, а на самом деле более 100 роликов уже снято и сказанного очень много и о панической атаке, и о вегетососудистой дистонии, и о всевозможных симптомах. Если вы посмотрите все 100 видео лекций, то вы будете обладать очень большим количеством знаний. И все оставшиеся ролики это по сути дела повторение одного и того же, объяснение одной и той же структуры, одного и того же механизма, так или иначе. К тому же вы можете видеть достаточно большое количество информации в Ютьюбе, которые по большей части повторяют все то же самое. Поэтому, как вы видите, все одинаково, порой даже слова повторяются. Структура одна. Сегодня я хочу вам рассказать немножечко новую вещь, о которой я вам никогда, наверное, не говорил в видео лекциях. Во всяком случае, я об этом не помню. Мы сегодня будем говорить немножко о панической атаке и опять о ваших симптомах, потому что люди ищут в интернете информацию, и хочется им объяснять более детально. Давайте поговорим о панической атаке и о вегетососудистой дистамии, о симптомах сначала, а потом мы поговорим о психотерапии и как работают психотерапевты, для чего это вообще все нужно. И из-за чего, хорошо? Я думаю, минут 15 должно хватить. Итак, вы обращаетесь с жалобами на нехватку воздуха, на тахикардии, на страх умереть, на навязчивый страх потерять над собой контроль, упасть в обморок. Вы не выходите из дома или выходите только с родителями, или с таблетками, или с телефоном, или только в темное время суток. У вас навязчивая мысль кого-то убить или причинить кому-то вред, ножей, веревок, балконов, страх произвести неконтролируемую идентификацию в общественном транспорте, описываться, что вас тошнит и так далее. Вот, собственно говоря, такой короткий перечень основных жалоб, с которыми работает ваш покорный слуга в Центре психологического консультирования в Москве, либо по скайпу дистанционно. Посмотрите опять предыдущие видео лекции, там я много об этом говорил, о симптомах. Итак, что такое паническая атака? Многие наши клиенты путают термины, поскольку они, естественно, не обладают специальной подготовкой, и они называют панической атакой любой вегетативный симптом, любую вегетативную проблему. Здесь надо быть очень точным в определениях, потому что то, как вы формулируете для себя понимание сути вещей, очень важно будет потом в ходе вашей терапии. Итак, что является панической атакой? А что панической атакой не является, а является лишь тревогой, является лишь страхом, является лишь беспокойством или общим вегетативным напряжением. Давайте разбираться. Панической атакой будет являться пароксизмальный короткий эпизодический приступ страха смерти. Конкретный маленький эпизод страха смерти, имеющий нарастающую тенденцию, имеющую максимальную точку, где хочется либо убежать, в кавычках вызвать скорую, позвонить кому-то, попросить о помощи, потому что в этот пик вы уверены, что вы сейчас умрёте, вы уверены, что вы сейчас упадёте, вы уверены, что ваше сердце откажет и так далее. Сердце в этот момент колотится, вся вегетативная система напряжена. Затем через некоторое время, обычно минут 5-7 проходит и идёт спад этого напряжения, и человек испытывает сильное расслабление, либо напряжение просто спадает, но уже не настолько сильное. Вот этот короткий всплеск, пик, и есть паническая атака. То есть вот эти пики и называются панической атакой. Поэтому паническая атака не может идти долго, она всегда пикообразна. То есть у вас может идти напряжение, общее, но в этом напряжении будут пики, когда вы будете уверены, что вот-вот вы откинетесь. Вот когда вы уверены, что вот-вот вы откинетесь, и вот-вот надо позвонить, вот алё, скорая, где вы, я вот уже умираю, ношусь по квартире, да, Или там, дайте воды люди, где выход и так далее Вот этот момент суеты и есть паника Понятно? То есть не называйте общую тревогу Общую такую равномерную тревогу беспокойства панической атакой То же самое, что вы беспокоитесь за ваше сердце, ваше дыхание Это не есть паническая атака Паническая атака будет, будем использовать этот термин тогда Когда человек задумался о своем дыхании, задумался о своем сердце Ему показалось, что что-то не то У него происходит страх Он начинает усиливать все эти вегетативные симптомы благодаря выбросу адреналина И он начинает понимать, что вот-вот он все-таки сейчас задохнется И вот-вот надо что-то делать, надо звонить в скорую И вот он побежал И вот этот момент и есть паника Здесь есть второй реверсный вариант, что человек может замирать в этот момент То есть он не обязательно суетится и носится Он может иногда просто замирать и словами Все, я умираю, вот-вот вот Вот так вот, да То есть он может замирать и ему кажется, что вот-вот он упадет Но на самом деле такого не происходит Вот эти два варианта пароксизма и есть паническая атака Все остальное является лишь тревогой, лишь страхом, лишь беспокойством и общим вегетативным напряжением Понятно? Значит, как здесь формируется агорафобия? Агорафобия – это одна из изолированных фобий Агора дословно толпа, рыночная площадь и так далее Но сейчас не в этом суть Суть в том, что термин агорафобия тоже многие используют ошибочно Агорафобией считается поведение человека Когда он избегает людных мест Избегает самостоятельного передвижения Избегает ходить по улицам Избегает самостоятельно передвигаться И передвигается лишь в присутствии определенных факторов Такие как родственники, таблетки в кармане Наличие мобильного телефона или на связи, чтобы кто-то был Но давайте задумаемся Вот вспомните, пожалуйста У кого болел зуб? Поднимите руку Зуб болел, да? Аппендикс? Грипп у кого был? Температура? Кашель? Были, да? Все у вас Вот теперь представьте себе Что если у вас в этот момент Когда у вас болит зуб, аппендикс или грипп Я вас выведу на улицу, на Красную площадь Одного У вас от этого зуб и аппендикс болеть меньше станет? Нет А если я вас Также одного поставлю Вокруг вас Кружу вас родственниками Таблетками и так далее Вас от этого зуб и аппендикс болеть Перестанет эта температура от гриппа? Нет Отсюда делаем вывод Что если у человека есть органическая болезнь Именно органика В медицине принятая Соматическая проблема То при наличии тех или иных условий Соматизация не меняется Понятно? То есть если у вас болит зуб Он у вас болит в Москве В Севтвкаре В Кривом Рагу В Киеве И так далее Понятно? Не важно от того Сколько вокруг вас родственников Дома вы На улице Есть скорая Нет скорой Есть телефон Нет телефона Зуб будет болеть Пока вы не произойдете определенную манипуляцию Это ясно? Отлично Следовательно Если вы понимаете Что вам Как вы говорите Вас накрывает При определенных условиях Всегда посмотрите на эти условия И вы увидите Что вас накрывает В кавычках При определенных условиях И при определенных условиях нет Следовательно Это очень четко Показывает о том Что органической проблемы У вас нету Это исключительно Психологический вопрос Восприятия И обстоятельств В которых вы Находитесь Ясно? Поэтому агорафобия Это механизм Рефлексорный Где в один прекрасный момент У вас была Паническая атака Либо на улице Либо на работе Либо в метро Либо еще где-то Это является стимулом Реакции Затем вы выбежали Из этого метро Или вызвали скорую Или как-то вас отпустило Это является подкреплением И с тех пор Рефлекс работает очень просто Как только вы приближаетесь К этому стимулу Происходит вся та же самая реакция И вы вспоминаете Как вам стало хорошо Что вы сделали И вы это сделали В следующий раз Вы просто пойдете По очень простому пути Организм будет говорить Ну и вы нафиг туда идти Там может быть плохо И вы просто начнете избегать И вот тут вы делаете Самую главную ошибку Вы начинаете это избегать Чтобы не Запоминайте правило номер один Если вы хотите избавиться От панических атак От агорафобии Вам ни в коем случае Нельзя избегать тех мест В которых вам кажется Что будет приступ Даже если он будет Вот теперь Внимательно слушайте меня Все упражнения Касаемые панической атаки И агорафобии И вегетососудистой дистонии Я вам расскажу Бесплатно 1 июня На бесплатном вебинаре Который будет 1 числа В 11 часов Я буду вам рассказывать 2 часа Все практические упражнения Касаемые панической атаки Агорафобии То есть я приглашаю вас всех Потому что сейчас Это долго будет 2 часа мы посвятим Это в следующее воскресенье Через по моему воскресенье 1 июня Я вас приглашаю на бесплатный Двухчасовой вебинар Только для тех Кто хочет Раз и навсегда Избавиться от панических атак Агорафобии Это будет бесплатно Я вам дам все упражнения Я вам дам все техники Все стратегии При работе с панической атакой Чтобы не вызывать этих приступов Чтобы научиться самостоятельно Передвигаться Чтобы вернуть вам полноценной жизни Приглашаю вас всех На бесплатный вебинар Практический По вопросам панической атаки И агорафобии Понятно? Супер Поэтому сейчас я об этом Много говорить не буду Буду говорить на вебинаре А теперь что такое Вегетативные симптомы Вегетативное напряжение Абсолютно естественно Для нас Для всех И вегетативного напряжения Это только у покойника Поэтому Проблема заключается Ребята Не в самом вегетативном напряжении В тахикардии Чувствии Нехватки воздуха А проблема возникает в том Как мы это Трактуем И насколько это Сильное вегетативное напряжение Запоминайте правило номер два Ваше вегетативное напряжение Является вашими эмоциями И никакой ни болезни Никаким не приступом Это эмоциональное состояние Об этом мы тоже будем говорить На бесплатном вебинаре Итак 1 июня В 11 часов Простите 1 числа Простите 1 июня В 12.00 1 июня В 12.00 По Москве Но там еще будут объявления Вы увидите 1 июня В 12.00 Мы будем говорить О панической атаке Об агорофобии И об вегетососудистой дистонии Я вам дам все упражнения И после этого Вы Перестанете испытывать панику Вы будете знать Как с ней работать Вы начнете передвигаться У вас будет конкретный план действий Понятно? Все это будет для вас Бесплатно Объяснить почему? Объясняю Потому что За много и годы моей работы И работы моих коллег В ассоциации Когнитивно-поведенческой Психотерапии Есть очень четкое понимание Потому что Сейчас в интернете Большое количество людей Которые посмотрели Ролики вашего покорного слуги И думают Что паническая атака ВСД Это самая главная Проблема человечества Сейчас я повторю То, что Крайсиков сказал И будет такое же Месчастье К сожалению Это большое заблуждение Потому что Пытаться объяснять Исключительно Вопросы панической атаки Вегетососудистой дистонии Это то же самое Что просто Чуть-чуть препарировать Кариес В стоматологии Не леча При этом вообще ничего Да Вам просверлили Чуть-чуть И кариес убрали Но ничего не произошло Ничего не продезинфицировали Пломбу не заложили Понятно? Поэтому Просто Понять Кстати Вас таких очень много Просто понять Что паническая атака И агорафобия Не являются Проблемой Этого мало Надо работать дальше Дальше мы работаем В наших дистанционных группах В интернете Либо со мной Лично Очно По скайпу Или в офисе Но Я хочу сделать Бесплатный Большой вебинар По практической работе Именно с паникой С агорафобией С агорафобией И с ВСД Потому что Это очень важный Первый шаг И я вам покажу Что этот шаг Вы можете сделать Все абсолютно Я был на вашем месте У меня были панические атаки У меня была кардиофобия У меня были все симптомы Которые вы испытываете Это был 2007 год Делайте выводы Поэтому Я понимаю Что паническая атака Агорафобия Это не самая главная проблема Приходите на вебинар Для тех Кто хочет справиться С панической атакой С агорафобией Зачем за это платить деньги Когда это и есть бесплатно Деньги платятся за следующее Сама психотерапия Панических атак Или тревожно-фобического расстройства Внимание Слушаем сейчас меня Тезис номер 3 Говорит о том Что паническая атака Кардиофобия Страх задохнуться Вегетативный симптом Является лишь первым Маленьким этапом Для того Чтобы человек понял Что с ним происходит Научился с этим бороться Но на самом деле За вегетативным симптомом Как вы уже поняли Стоят эмоции Стоит эмоциональное состояние Индивида И вот психотерапевт И ваш покорный слуга В частности Берет деньги И работа наша Заключается не в объяснении Схем панических атак Это очень просто Это сейчас есть бесплатно В большом количестве Тем более 1 числа Я вам все это дам Абсолютно бесплатно Но работа наша Заключается в том Чтобы найти Косяки Именно в вашем Мировоззрении Именно в вашем Характере В вашем понимании Сути вопросов Которые С вас окружают Я это называю Мировоззрением Сейчас этим термином Стало пользоваться Большее количество Блогеров И мне это нравится Да Большее количество Надо Мы будем с вами Работать над Мировоззрением Конечно Я понимаю Что сейчас Те кто слушает Первый раз Эту лекцию Причем здесь Мировоззрение Думает У меня паника У меня кроет У меня приступы Причем здесь Мое мировоззрение Я знаю Что вы так думаете Я вас искренне Призываю Прийти 1 июня На бесплатный Вебинар По панической атаке По вегетососудистой Дистонии Это будет Большой вебинар По вегетососудистой Дистонии По всем вашим Симптомам я вам все объясню Дам упражнение Все покажу И вы Избавитесь от ваших Панических атак Агорофобии ВСД И поймете Как и почему Все это развилось И с чем это связано И самое главное Что с этим делать Как подобрать себе Психотерапевта Каким он может быть Какие Что вы будете делать Как вы будете меняться На чем вы будете работать И почему именно у вас Это произошло Все это я вам буду Объяснять На бесплатном Вебинаре 1 июня В 12.00 По Москве Не тратьте кучу денег На эту информацию Она должна быть Абсолютно бесплатной Платятся деньги За работу Психотерапевта Над вашей личностью Не для того Чтобы у вас Панических атак не было А над вашей личностью Для того Чтобы у вас Общая картина Мировоззрения И общая Ваша невротизация Изменилась И ваших эмоций Было не было Не было больше Так много Внутри Чтобы вы больше Не соматизировались Чтобы вас Кишечник Пришел в норму Чтобы ваше дыхание Пришло в норму Чтобы ваш ритм сердца Пришел в норму Чтобы ваш сон Ваш сон Пришел в норму Потенция Пришла в норму Вернулись оргазмы Или появились Наконец-то Чтобы вы Начали Относиться С мужчинами И женщинами Более объективно Чтобы вы Перестали чувствовать Себя одинокой Перестали не видеть Смысла жизни Научились видеть Цели Ставить перед собой Планы Делать Достигать этих целей Достигать результатов Вот чем занимается Ваш покорный слуга Для меня Паническая атака Агорофобия Это вот ребята Кто у меня в группе занимаются Это первые Три-четыре занятия Это две-три недели Но я вам сделаю это За два часа Все остальное время Мы с вами работаем Не над панической атакой А мы работаем Именно над вот этими Большими историями Смысл жизни Цели Качество Функционала Вашей жизни Качество мировоззрения Качество гибкого мышления Отсутствие Негативных Деконструктивных эмоций Проработка убеждений Проработка эмоций Все это Планы Стратегия Тактика Решение внутренних конфликтов Потому что именно внутренние конфликты вызывают напряжение Вот за это вы платите А тему вегетососудистой дистонии Упражнения для нее Почему это Из-за чего Как побороть панические атаки И как научиться передвигаться самостоятельно Есть в интернете Если вам интересно это услышать конкретно от меня Приходите на бесплатный вебинар 1 июня В 12.00 Я вам все это объясню Очень подробно Ничего не скрывая Не утаивая Ничего не продавая Не рекламируя Понятно? Так что приходите Кому интересно На практический вебинар По работе с симптоматикой Я вам все дам Все дам абсолютно бесплатно Так что буду вас ждать До встречи Пока Не пока Подождите Хотел вам сказать важную вещь Очень важный момент Многие спрашивают Что стоит за панической атакой Для тех кто уже понимает Вот вам рассказываю маленький секрет За панической атакой Если у клиента есть паническая атака В структуре Всегда нужно понимать Что у него в жизни происходит что-то Что он трактует как угол Я провел Наверное уже не одну тысячу клиентов И у всех людей У кого в структуре был невроз С паническим расстройством Он так или иначе Интерпретировал свои жизненные обстоятельства Как угол Простите меня Но животное Которое попало в угол Будет испытывать естественное Очень сильное напряжение Поэтому все ваше напряжение Будет трактоваться Из-за того Что вы некоторые жизненные обстоятельства Понимаете как загнанные в угол Индивид Вот об этом о всем Бесплатно вы услышите Первого числа Я вас приглашаю Буду очень подробно рассказывать Почему, как И какие упражнения Вы избавитесь от ваших панических атак От агорафобии И от ВСД Первого июня Увидимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому